18 октября 2024 год. Посвящу это видео украинскому пессимизму, который, по-моему, неистребим. Меня удивляет в соцсетях, YouTube, TikTok, как люди смотрят, украинцы, болеющие явно за Украину, смотрят на вот эти ежедневные продвижения, где-то в каких-то частях карты россиян вперед. Я вижу, что людей это в такую депрессию угоняет, которую я сейчас попытаюсь развеять. Я специально просто взял, посмотрел, сколько за год продвинулась Россия. Год уже Россия наступает. 7 октября прошлого года, когда россияне влезли, вернее, хамасовцы влезли в Израиль. Я еще сказал, что уши российские оттуда будут торчать. Мне говорили, а что будут торчать? Он сейчас в Ливане, находят и российское оружие, и разведка там, он кто там, американская какая-то, говорила. Уполномоченное лицо женщина какая-то говорила, что разведка помогала России этим хамасовцам, хезболасовцам, блин, не помню. Утыргам, короче. Одни утырги помогали, вторым утыргам. Так вот, за год, за год россияне продвинулись от Донецка. Донецк это город, который захватили в 14-м году, да, все в курсе. Вот от Донецка, от окружной Донецка, от аэропорта Донецка, вот за год, за год продвинулись россияне. Сейчас стоит возле Покровской, их самая дальняя точка от Донецка. 35 километров. Вы понимаете себе? Это на самом таком, на двухтысячекилометровом участке фронта, одна точка, на которой продвинулись на 35 километров вперед, ну и у основания этого конуса тоже там 31-35 километров. Год. За это время россиян полягло, ну то есть тысяча в день, считайте, это 100%, то есть это убитыми, ранеными, безвозвратными потерями. То есть больше 300 тысяч покалеченных, убитых россиян. И не надо говорить, что украинцы тоже погибают. Я все прекрасно знаю, но это не мы пошли в Россию, да, мы защищаемся. Сколько бы нас здесь не погибло, блин, нафиг, мы защищаемся. Это вообще никак не влияет. Это просто показывает, насколько мы крутые. Мы украинцы против второй армии мира. Когда нас кинул на тот запад, который, да, заставил нам, вот сейчас это просто еще с Зеленским. Зеленский говорит, ядерное оружие отдали. Да, блин, ребята, отдали ядерное оружие в 94-м году, блин. Украина, Украина в ООН была независимой страной. Вы знаете, да, что еще во время Советского Союза были в ООН такие страны, как СССР, Белорусская, БССР и УССР. То есть мы были отдельные члены, у нас голосовали там отдельно, мы в Организации Объединенных Наций. Так вот, в ООН, первая страна ядерная по потенциалу был Советский Союз, потом Америка, а потом Украина. У нас был третий ядерный потенциал в мире. И мы его отдали под то, что там британцы, американцы и россияне, как не смешно, сказали, что, блин, ну все, теперь спасибо за оружие. То есть теперь, блин, нафиг, не переживайте, если кто-то на вас будет рыпаться, мы вас защитим. Да? Я извиняюсь. Уже прохладно. К чему я бил? 35 сраных километров. За это заплатили, за каждый километр положили тысячу, понимаете? Подожди, какую тысячу? 10 тысяч за каждый километр получается. В общем, смотрите, за то же самое время мы, украинцы, зашли на территорию Курской области и прошли там 40 километров по фронту, 20 по глубине на данный момент. То есть никто что-то на это не смотрит. Никто не смотрит, что с агрегатного завода под Волчанском вынесли нахрен на тех утырков. Никто не смотрит почему-то на то, что под липцами моими, у меня липцы, я с Дружбы народов, ну сейчас это называется Соборность Украины. Я уже три года, блин, не был в Харькове практически, да, ну уже скоро три года, как с этого, с начала крупномасштабного вторжения. То есть там уже сейчас это Соборность Украины, а не Дружбы народов. До липцев там, я не знаю, 16 километров, блин, да, то есть у меня просто стволка могла уже долетать скоро до этого самого, до моего дома из липцев. Сейчас оттуда отбили, выбили россиян из этих норкротовых вот этих 4 квадратных километра, 400 гектаров. Никто на то, вы понимаете, что украинцы, когда вы смотрите на то, что эти тараканы ползут, блин, нафиг, медленно, верно, как плесень, ползет вперед на нас, и вы носы повесили. Вы тем самым обесцениваете жертвы, те, которые приносят, вот те украинцы, которые, блин, нафиг, жизни свои кладут, здоровье свое кладут, блин, там, я не знаю. Просто время свое кладут, в конце концов, я уже, блин, сколько там, 7 лет в этой сраной армии, блин, нафиг, срочка там на то, блин, теперь еще здесь три года. Я нафиг карьеру военного нифига не хотел делать, понимаете? Ну, как бы, я не шалуюсь, я просто, понимаете, одни от вас зависят, это упырочные россияне, мудозвоны, блин. Посмотрите, пожалуйста, на то, что делаем мы. На то, что мы первая страна Украины, а мы никогда не претендовали на то, чтобы быть второй армией мира. Мы отказались от призыва в армию в 13-м году, мы отдали ядерное оружие Рашидской Федерации, блин, понимаете? Мы хотели жить мирно, мы считали, у нас одни братья, другие там, друзья нам. Нас кинули эти западные страны, которые сказали, разбирайтесь, как хотите. Ну, и дают нам сейчас, ну, блин, дают, спасибо, спасибо, что дают, потому что без этого было бы вообще хреново, да? Без этих Хаммерсов, без этих Камсов было бы очень хреново. А как я вижу, как мы кладем этих мудозвонов, блин, оккупантов, понимаете? И вы видите по видеозаписям. И спасибо нашему там, я не знаю, всем нашим конструкторам, которые делают эти квадрокоптеры, дроны там и все остальное. Я вижу, как это все работает прекрасно. Молодцы, и украинцы молодцы. Но то, что Запад нам не дает даже десятой доли того, что мог, не хотят, понимаете? Боятся они, блин, нафиг красные линии Российской Федерации переступить. В общем, еще раз говорю, не нойте, ребята. Только сейчас начали в 16-е заходить, только сейчас начали там какие-то вооружения серьезные пошли, блин. Понимаете, такие, которые Байден там что-то мял-мял-мял свои, блин. Не буду говорить, что, блин. Сейчас наконец-то решил, что пора уже, пора. Можно уже что-то сделать такое под конец своей каденции, блин. Россиянам Кобзда, блин, нафиг. Мы, блин, бьемся, пока не перебьем эту утырочную сраную Российскую Федерацию на нашей земле, блин, до последнего утырка, блин. Переговоры там, блин, нафиг. Я не знаю, ядерное вооружение делать, не делать. Мне, честно говоря, блин, не кажется это таким хорошим решением. Ну, то, что Зеленский на них, там, президент наш Зеленский, говорит, что что-то... Вы что, охренели, блин, ребята? Вы собрали у нас оружие, единственное, чем можно было обороняться от этой тупорылой массы, биомассы российской. И сейчас вы нам даете вот это по крошечкам 6 самолетиков, F-16, там, 6 танчиков, блин, Абрамсов, блин. Правда? Да в день, блин, уничтожается российских танков, блин, там до 30 иногда, блин. В общем, не переймайте, если будет Украина, блин. Смотрите на то, что делаем мы с этими утырками, блин, нафиг. Несмотря на то, что мы пока еще не в полную свою силу развернулись. Только сейчас заводы наши начинают разворачиваться, только сейчас F-16 начинают подходить. Только сейчас мы начинаем там... Ну, заводы же не только снарядные, там, заводы же еще там, блин, бронетехники немецкие открываются. Мы еще ничего не начинали, блин, как говорил Владимир Владимирович Пукин. Все будет Украина, не переймайтесь. Продолжение следует...